Так, ну что, начнем с распаковочки. Помощник, ассистент, давай распакуем. Приехали нам тут охренительные новые переклюки. Сегодня большой обзор. Мы сегодня сравним ее китайское, SRAM и Dior. Прям у нас тут ассортимент сегодня огромный. Это мы еще не видели, сейчас посмотрим. Это у нас китайский аналог Dior. Есть пластик? А, весь пластик, да? Нет, погоди, вот этот металл, а вот этот пластик. Ну понятно, короче, типа ассера. Качество, конечно, вообще ужасное. Тут просто литье такое колхозное, гаражное просто. Да, а что написано? Кстати, какие-то уже люфты. Слушай, это шимана? Это ассера типа. Шимана ассера. Кстати, у него люфты достаточно жесткие. Слушай, сразу на возврат, да, туда делаем? Все просто. Потому что это пипец. Потому что это подделка, да, потому что это не шимана. Закосанная. Они же чистые шлей, без надписей. Ну да, да, да. Они шли вообще без надписей. Это получается какая-то... Фух, фух. Подделка под шимана. Ролики даже это, смотри, сделали с надписью шимана. Ну вот это то, что как раз продается типа Dior, типа XT, по две тысячи на Авито. То, что людям впаривает этот хлам. Типа шимана, да, типа надпись, но качество получается вообще, да, ни о чем. Из-за усенца, аналития, пластика видно. Ну, понятно. Подделка под ассен. Офига они написали вообще шимана-то. Очень голимая подделка даже. Чем они написали шимана, непонятно. Не, ну по сравнению вот с этим, да, который у нас был до этого в обзоре. Санрон. Да? Это же лучше. Прям приятнее брать в руки. У него, по крайней мере, нет за усенцев. Таких нету люфтов жутких. Аккуратно. Чё с ним прям сделаем. Санрон, у него ниже. Санрон. О, блин. Слушайте, сейчас паузу. Продолжаем. Значит, очень понятно, да, вот это с Алиэкспресса, Шимана Асера ужасного качества, просто отвратительного качества. Не покупайте на Алиэкспрессе Шимана. Да, потому что тут есть Санрон, и он, ну, намного круче. Так, переходим дальше. Чего у нас теперь? У нас теперь срамы. Вот это мы ещё не разбирали, да? Ага. Сейчас достанем. Вот, у нас есть срам GX. Что-то, пускай волос. Срам GX это типа, ну, полупрофи, что ли, я не знаю, как это назвать. То есть, высшая срама среди недорогого. Сколько он стоит? Интересно, тысяч пять. Ну, вот здесь есть фиксатор. Блин, всё литьё. Всё литьё. Заклёпки. А заклёпки, смотри, такие же стоят вот эти вот заклёпки. То есть, не стальные оси, а такие заклёпки как бы. Ну, это из Германии приехал. Срам GX. Блин. Такой он, конечно, огромный. Мощный тут. Март 18-го года выпуска. Шикарный. Так, это что у нас? Срам X5. X5. Ну, опять же, пластика, да, получается, дофига? Всё пластик, это пластик. Да, вот этот вот пластик. Это тоже, походу, пластик. Вот это, скорее всего, металл. Хотя тоже сомнительный. Нет, это металл. Это явно металл. Ну да, это холоднее металл. Это металл, вот это вот пластик, голова. То есть, получается, это, опять же, уровень осера, оливии, получается. Потому что, ну, раз тут тоже заклёпки. Короче, вот по голове видно, да. То есть, если голова пластиковая, значит, значит, это, короче, не очень круто. Да, потому что вот у Dior у нас она... Чего у нас надо? Она вся летая. То есть, у Dior голова летая целиком. Обидно. То есть, получается, вот X5, это у нас Оливия Осера. Оливия, наверное, всё-таки ближе. Такая вся линия. Да, до Dior она не дотягивает. У SRM начинается минимум от SRM. Литьё. Это вообще уровень ценных переключателей, как по сравнению с Шмана, начинается от SRM. Ну, вот эти мы в прошлый раз сравнивали, да, SLX. То есть, они у нас оба литьё. А X5 получается... Вот это точно? Нет, это металл. Или пластик. Больше похоже на металл. Вот это вот. Алюминий какой-то. Да, это металл. Это металл. То есть, у него тут голова получается. Голова пластиковая, а эти две части металлические. Ну, короче, да. Типа Оливия. Типа Оливия. Что там, пружинка нормальная хоть? Пружинка хорошенькая. А, ну вот у них что есть прикольная вещь с предохранителем стоит. Вот эта вот штучка, предохранитель. То есть, в случае, если клинит переклюк, этот предохранитель вылетает и отстреливает отдельно лапку. Переклюк не ломается. То есть, сломать срамовский переклюк, ну, достаточно проблематично. Потому что, в случае чего, есть предохранитель, который вываливается. Потом все это собирается. Ну, при сноровке собирается это за минуту. Первый раз я, конечно, мучился, когда я все это собирал. Да, вот у GX такой же. Где тут он? Что-то я его не вижу. Вот здесь нет вообще. Что, у GX нету, походу? А, что у GX нету предохранителя? На X9 у меня был тоже. В случае чего, он разваливался и все. А вот эта ломает. То есть, просто ось ломает, вот здесь вот и все. Ну, в общем, что я вам могу сказать. С Китая лучше ничего не покупать. Если вы не знаете, что. Потому что что-то я купил, и я попал. Теперь я буду открывать спор, возврат. А срам, если брать, ну, блин. Он дорогой тоже, X5. Не помню, сколько он стоит. Но он пластмассовый. Вот это с предохранителем. Какие выводы? Берем Тиор, да. Берем Тиор, блин. Потому что он все-таки, он целиком литой. Целиком литой, значит он дольше прослужит. Не пластмассовый. Меньше будет люфтов.